Завтра последний день приема документов на должность главы администрации Барнаула. Сегодня появился третий претендент. В этом году, возможно, появятся новые штаммы вируса гриппа. Эпидемию врачи ждут уже в начале декабря. Есть время для тех, кто сомневался ранее, прививаться или не прививаться. Их должны знать в лицо. А Низкины 21 века отмечают профессиональный праздник. Здравствуйте. Елена Ефимовна, день добрый. Отчетского гостя пришел. Это информационный канал «Город» в студии Антона Киселенко. Здравствуйте. Появился третий претендент на должность главы администрации Барнаула. Им стал самовыдвиженец Владимир Барсуков, 61-летний предприниматель, ранее менеджер шинного комбината. Примечательно, что он уже пытался стать сетименеджером краевой столицы в 2010 году. Напомним, участвовать в конкурсе на пост заявились также депутаты Андрея Щукина и Александр Молотов, представляющие, соответственно, ЛДПР и Справедливую Россию. Единороссы обещают обнародовать своего кандидата завтра, в последний день приема документов. Сегодня утром барнаульцы, ехавшие по Зминогорскому тракту в центр города, опоздали на работу. Причиной пробки стали выпавшие из КАМАЗа строительные плиты. Они парализовали движение. Инцидент случился на перекрестке Аванесова-Карева. Из КАМАЗа-длинномера, совершавшего правый поворот на проезжую часть, выпало несколько плит. По этим кадрам видно, что железобетонные изделия были закреплены обычными мягкими стропами, которые, очевидно, не выдержали нагрузки. Более того, у кузова грузовика почему-то отсутствовал левый борт, предусмотренный конструкцией прицепа. Выпавший груз полностью перекрыл движение автомобилей по четной стороне улицы Аванесова и одной из двух полос встречного направления. Образовалась большая пробка. Водитель КАМАЗа не исключает, что к аварии могли привести неверные такелажные работы. Иными словами, плиты перед погрузкой не очистили от снега. К счастью, никто не пострадал. Правда, повреждения получила иномарка, двигавшаяся в момент аварии по встречной полосе. Ехал на работу, спокойно выворачивал КАМАЗ. С него вывалили сплиты, одна плита подлетела за меня, две плиты ударило вбок. В основном на водительскую, там получился удар, произошел. В основном по ходовым частям, коробку вывернуло. В Край за последнюю неделю подорожал сыр. Данные о средних ценах на продукты обнародовал Алтай Крайстад. Сейчас килограмм сычужного сыра твердых и мягких сортов в регионе стоит около 336 рублей. Еще в начале октября цена этого молочного продукта была в районе 300 рублей. В конце октября он стоил уже 319. В начале ноября цена увеличилась до 322, теперь составляет 336 рублей. По мнению сыроделов, резкое повышение цены на сыр в этом году связано как с традиционным сезонным увеличением стоимости молока, так и с подорожанием перевозок и импортных комплектующих в производстве молочников и сыроделов. Однако, говорят специалисты, разные виды сыра подорожали по-разному. В среднем цены находятся на уровне прошлого года. В цене на эконом, на дешевые продукты цена поднялась незначительно, находится на уровне прошлого года. По затратам, качественные, на которых нужно больше произвести затрат и вложения, они сегодня подорожали от 5 до 7%. Продолжается следственная проверка на наличие халатности властей и сотрудников управляющей компании в связи с разрушением стены в аварийном доме под номером 79 по улице Смирнова. Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник жильцов пришлось экстренно эвакуировать. О других не менее шокирующих случаях сферы ЖКХ расскажет Кирилл Политов в рубрике «Коммунальный патруль». Страшно, все страшно. Там тоже трещины. Рассыпается на глазах. И вроде бы крыша есть над головой, однако в любой момент может обрушиться. Стены лопаются, пошли трещины. Вот безысходности обитатели освоили строительные профессии. По мере силы средства отремонтировали фундамент, щели заделали специальной пеной. Тут не помогает. Процесс уже необратим. Разрушается дом по улице Эмилии Алексеевой 13 не только снаружи, но и изнутри. На потолке все те же узоры в виде трещин. Двухподъездному зданию более полувека. За это время не было ни одного капитального ремонта. Бил с должного внимания дом пришел в негодность. Межведомственная комиссия два года назад признала здание аварийным. Чиновники городской администрации сочувствуют и разводят руками. Денег на новые квартиры нет. Как дом был признан аварийным, больше ни разу никто не поинтересовался нашим состоянием, нашей судьбой, нашего дома. Все тихо, хорошо. От обещанного, как известно, три года ждут. Однако юрист Артем Чаузов в такой ситуации советует жильцам не надеяться на чиновников и дает несколько советов. Многоквартирные дома, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года, не вошли в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда. Тогда муниципалитет должен изъять земельный участок, находящийся под аварийным многоквартирным домом, а также каждое жилое помещение путем выкупа. Если данные мероприятия не проводятся, либо проводятся частично, то есть на практике случается, что муниципалитет изымает землю и жилые помещения, а проект о выкупной стоимости, либо саму выкупную стоимость гражданам не предоставляет. В таких случаях нужно обращаться в судебную инстанцию для того, чтобы обязать муниципалитет совершить данные действия, а также восстановить свои нарушенные права и обеспечить себе комфортное проживание. Жить в комфортных условиях хотят и горожане по улице Автотранспортной. Однако сосед против. Мужчина занялся ландшафтным дизайном. Вместо уголка природы соорудил горку строительного хлама. Состав кирпич, старый шифер и металлолом. Получилось с пару этажей. Под завалами осталась часть улицы. Об этой истории мы рассказывали в наших прошлых выпусках, однако ничего не изменилось. Горка по-прежнему на месте. За помощью барнаульцы обратились не только к нам, но и в администрацию района. Итог – штраф, а улица все так же утопает в мусоре. Жители уже и не надеются вновь увидеть прежний облик автотранспортный. Вы говорили, тут отец приезжал вот этого. Да, вот приехал, постоял на горе, полюбовался, посмотрел и уехал. Он руководил у них, когда возили машину мне. Хлам. Хлам, по мнению жителей, так и останется зимовать на этом месте. Сейчас строительная горка стала напоминать снежную. Снежные горки порой возникают в некоторых дворах Барнаула. И буквально через несколько дней синоптики прогнозируют осадки. О сроках уборки и обязанностях мастеров фирм в зимний сезон рассказывает директор барнаульской управляющей компании ДС-1 Анатолий Суворов. Если управляющая организация взялась управлять домом, то она должна быть ответственна в этом. Что нужно в этих случаях делать? Вообще-то, по правилам, до 8 часов утра дворы должны быть убраны. Но на сегодняшний день мы сталкиваемся с такими проблемами, потому что стоянки платные ликвидированы, ставить транспорт негде, и они стоят во дворе. Сложности и вывоз мусора, и расчистка, и тому подобное. Когда уже машины выезжают, уже получаются бугорки, но все равно нужно вовремя их посыпать песком, не песчаной соляной смесью, а просто песком. На сегодняшний день у нас управляющая организация заготовлена в пределах 70 тонн песка, которая в мешках насыпана, в подвалах, в мусорокамерах. Все это есть, мы готовы. Пройдут или нет проверку первым серьезным снегопадом барнаульские коммунальщики узнаем совсем скоро. Но если вы столкнетесь с их бездействием, обязательно расскажите нам об этом. Телефон редакции в Барнауле 659-129. Звоните, коммунальный патруль приедет и разберется. Кирилл Политов, Александр Антропов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». В селе барнаульцы знают, как выглядит их участково-уполномоченный полиции. Думаю, вряд ли. Между тем, сегодня их профессиональный праздник. Оказывается, покой и порядок на улицах Барнаула ежедневно обеспечивают 223 участковых. Герой нашего сюжета Иван Попсулийный. Из тех, кого знают, он участник конкурса «Лучший участковый Барнаула». Рассказывает Алексей Янкин. Пункт полиции. Здравствуйте. С этих слов участковый Иван Попсулин вот уже 10 лет начинает свой рабочий день. За это время, говорит, характер обращений не изменился. В основном люди звонят и приходят по бытовым конфликтам. Соседи мешают уснуть или разбушевался супруг-алкоголик. Ежедневно люди приходят, люди нуждаются в помощи, люди делятся своим горем. То есть нет такого дня, чтобы просто провели в тишине. Каждый день в участковый пункт полиции поступает 5-6 обращений. Все до одного надо проверить. Поэтому часть дня Иван принимает заявление, другую проводит, как здесь говорят, в поле. Территория Ивана Попсулина – многоэтажки в центре города. Не все их обитатели отличаются кротким нравом. Оперативную обстановку всегда можно узнать у старших по дому. С ними у участковых контакт налажен. Здравствуйте. Галина Ефимовна, день добрый. Участковый к вам в гости пришел. Старшая по дому Галина Абрамова, говорит, дебоширы в пятиэтажке давно не объявлялись. Более того, смутьян рукавишников взялся за ум. Пить бросил и даже женился. Известия радостное для участкового. Проблемой меньше. Но впереди еще много работы. До девяти вечера нужно раздать памятки по поводу участившихся случаев телефонного мошенничества. Хозяйка одной из квартир Татьяна Баранова, взяв листовку, спешит рассказать о своем участковом. Лично у меня была проблема с моими соседями наверху в 74-й квартире. Там жили иностранцы. Покоя не давали никакого. Пришлось пригласить участкового. Я даже не знала, что на слово участковый. Вопросы были решены. Причем Иван Сергеевич ходит до тех пор, пока точку не поставят в этом вопросе. И все-таки даже этот вечер не обошелся без негатива. В общежитии на Крупской участковый наткнулся на непрошенного постояльца. Случай рядовой. Для этой высотки с нехорошей репутацией. Алло. Для этого участкового Папсулин. На Крупской 99. Первый корпус нужен наряд. Лицо категории бомж. Надо оставить дежурную часть. Остаток вечера Иван Папсулин потратил на проверку общежития. Наркозависимые облюбовали здешние коридоры и частенько делают закладки с курительной смесью. Отдавая должное участковым, людям этой смелой профессии, одна из газет организовала онлайн-конкурс «Лучший участковый Барнаула». Победить может и наш герой. Надо лишь оставлять свои голоса. Лучшие станут известны в начале декабря. В конце ноября, в начале декабря в Алтайском крае и в Барнауле ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам инфекционистов, в этом году помимо знакомых штаммов вируса возможно распространение двух новых. Не поздно ли еще сделать прививку, расскажет Ольга Калачева в обзоре. По данным краевых инфекционистов, в этом году от гриппа уже привито более 600 тысяч жителей края. К ним относятся дети, медицинские работники, педагоги, лица пожилого возраста, а также имеющие хронические заболевания. Но несмотря на официальное завершение сроков прививочной кампании, прививку от гриппа еще можно сделать. В условиях возможного появления новых штаммов вируса это весьма актуально. Нынешняя вакцина, обещают специалисты, защитит и от них. Для того, чтобы вакцина сформировала полноценный иммунитет, достаточно в среднем 10-14 дней. Поэтому вполне есть время для тех, кто сомневался ранее, прививаться или не прививаться, сделать правильный выбор. И, в общем-то, да, привиться против гриппа. Время еще есть. Они молоды и полны сил сделать Барнаул лучшей и краше. Сегодня, в Международный день студентов, краевой столицы начала работу научно-практическая конференция «Молодежь Барнаулу». К слову, впервые свои научные разработки студенты и аспиранты на суд жюри представили в 99-м году прошлого столетия. Тогда их было чуть больше 30-ти. Сегодня уже полторы тысячи. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. И на их оценку ученым края требуется уже не один день, а целая неделя. Один из ярких положительных примеров, который можно сегодня привести на третьей научно-практической конференции, был победителем признан проект водоочистки природных вод, который сегодня у нас успешно применяется, реализуется на нашем поселке Южном. Очистка воды от примесей железа и так далее. В Алтайском крае появится лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он расположится в 40 километрах от Барнаула, в Войном лесу, в окрестностях села Боровиха. Накануне с Министерством природопользования страны был заключен договор аренды трех гектаров лесного участка, на котором весной начнется строительство. Если вы хотите помочь в этом добром деле стройматериалами или идеями, обращайтесь по телефону, указанному на вашем экране. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город. Сегодня свой приз получили очередные победители нашего конкурса про цирк. В эфире их показать, к сожалению, не можем, общаться они отказались. Так что ждем новых победителей. И сегодня звучит очередной вопрос. Как называется гимнастическое упражнение «Перелет с одного турника на другой с поворотом на 180 градусов в сидячее положение»? Ответы присылайте на адрес нашей электронной почты citynewssobakaalt.ru Первый, правильно ответивший на вопрос, получит в подарок два билета на цирковое представление. Спешите! Откуда в Барнауле канализационный люк из Барселоны, а на советских чугунных воротах христианские символы? В очередном эфире рубрики «Барнаул неизвестный» Илья Кочетков предлагает прогуляться по улицам нашего города и внимательно посмотреть по сторонам. Скажите, когда вы гуляете по нашему городу, часто ли вы смотрите вверх или под ноги, по сторонам? Обращаете ли внимание на странные детали, необычные надписи, которых вроде и не должно быть здесь, но они тут? Если вы считаете, что Барнаул не создан для загадок, приглашаю вас на сегодняшнюю прогулку, чтобы убедиться в обратном. Сразу оговоримся, сегодня никакой мистики. Барнаул и без призраков полон, даже переполнен. С загадочными историями и знаками. И самое интересное находится буквально на виду. Вот знакомые каждому Барнаульцу чугунные ворота на Ленинском, рядом с площадью Октября. Александр Франц, пастор Лютеранин, рассказывает, всю жизнь в городе прожил, ходил мимо, а потом внезапно увидел один из главных протестантских символов розу Лютера. Христианский крест, он находится на центре человеческого сердца, как символ нашей веры. Крест окружает белая роза, как символ чистоты наших помыслов, символ христианской надежды, символ радости. Можно сказать, так не похоже, совсем крест не такой, вот сравните, да и сердце не очень-то угадывается. Но тут как раз все ясно. По словам Александра, чугунное литье не позволяет точно передавать детали. Гораздо более странно то, как эти ворота тут появились. Датировать их можно точно. 54-й год, они явно отливались под проем. Странная символика прямо под звездой, не так ли? Или закономерная? Так как эти здания проектировались для котельного завода, проектировались ленинградскими архитекторами, то я думаю, что эту эмблему разместил здесь один из ленинградских архитекторов. Другой вопрос сделал он-то сознательно или просто как красивый символ. А буквально в паре сотен метров на пересечении Ленина и Брестской другая странность, которую не сразу и увидишь. Порой удивительные вещи можно обнаружить, просто посмотрев себе под ноги. Вот видишь такое, например, и даже не знаешь, что и думать. Звезда Давида – древний символ иудаизма, и не только. Два треугольника – соединение верхнего, божественного и нижнего, материального миров. Символ самой жизни. Звезда Давида есть и на фото из еврейских гетто времен Второй мировой, и на флаге современного Израиля. И вот на люке в Барнауле. Но писатель и журналист Михаил Гундарин уверен, не стоит искать здесь следы тайного заговора или чётноподобие. Всё гораздо проще. В 90-х годах коммунальщики решили поменять люки и заказали с первым попавшимся узором. Наши коммунальщики, люди в эзотерике, слава богу, не сведущие. А мне кажется, что коммунальщики не должны быть сведущие в эзотерике, иначе с коммунальными с теми будет совсем проблема. Вот они взяли и ничто раз у меня же положили их на полагающееся место. А тогда была, не знаю, свобода, не свобода, но вот тогда была такая довольно тёмная вода, в которой иногда водились такие довольно забавные рыбки. Вообще, такие люки — это отдельная интересная тема. Вы вот часто разглядываете, что на них изображено, а порой стоит. На перроне Барнаульского жидовокзала уже несколько лет лежит такой вот люк. Странная надпись, правда? «Клавегерам» по-каталански означает «канализация». Каталански — это Барселона в нынешней Испании. Наша землячка Мария Шарапова, ныне живущая в чаще, ездя оттуда, по нашей просьбе прогулялась, внимательно глядя под ноги. «Привет, Барнаул! Мы в самом сердце Каталонии, городе Манреса. Это улица Пассаж, а это двоюродный брат Барнаульского люка с точно такой же надписью». В управлении железной дороги затруднились сказать, откуда он. По нашей просьбе ряд историков изложили все возможные версии. По одной из них люк привезли после Второй мировой из Европы. Страна нуждалась в любом металле. Смущает одно — сильно уж новым. Этот люк выглядит для 70-летнего. Историк и писатель Евгений Платунов уверяет, как часто бывает, отгадка гораздо проще. В 2009 году один челябинский завод получил заказ на изготовление люков для Барселоны и окрестностей, для новой системы канализации. И, скорее всего, заказ был выполнен. Может быть, часть, то, что потом отливки какие-то остались, формы, может быть, использовалось уже и для внутреннего нашего, вот этого, по мере необходимости в каких-то ряде городов. Кстати, не исключено, что тот каталанский люк сделан в том же Челябинске. Вот таким порой причудливым образом стыкуются разные страны и регионы. И, пожалуй, это и есть самая большая загадка — хитросплетение судеб и случайностей. Без всякой мистики, теорий заговора и тайных сообществ. Хотя, насчет последних наш город тоже может кое-чем похвастаться. Но об этом, а именно о следах масонских и прочих тайных сообществ, мы расскажем в одном из следующих выпусков «Барнаула неизвестного». Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Чуть больше часа на создание шедевра. Сегодня за звание лучшего сражались представители самой сладкой профессии — кондитеры. Чей бисквитный торт оказался вкуснее, расскажет Елена Кузовкина. Внимание! Без белого халата и специального головного убора посторонним не входить. На работу полтора часа в распоряжении формочки, лопатки, ножи и прочий инвентарь, необходимый для оформления. В результате должен получиться одноярусный бисквитный торт весом не более двух килограммов. Четыре повара в присутствии экспертов создают настоящие кондитерские произведения искусства. Очень трудно судить, потому что условия не очень хорошие для производства, так сказать. Нам придется закрыть на это глаза, хотя это очень важно при производстве продукции. Смотрим санитарные нормы, смотрим технику оформления, хотя это очень сложно оценить. Вера Тавмасян – повар-кондитер с приличным опытом работы. Воплощает в жизни самые смелые задумки клиентов, оформляет заказные торты. Из последних вспоминает торты в виде гитары. Сегодня решила сделать более привычный классический вариант, украшенный цветами и елочными шишками. Видимо, участница конкурса захотела отдохнуть от смелых и не всегда эстетичных заказных композиций. Очень разные были торты. Были и котелки с кишками, с глазами, с пальцами, с оторванными. Ну вот так вот люди. Очень разные, интересные всякие у нас. В этом году среди поваров только женщины. Перед практическим заданием пришлось пройти тестирование из 30 вопросов, а также представить на суд жюри домашнее задание. Оригинально оформленный мастикой несъедобные конструкции. Такие могут храниться до полугода. Здесь эксперты оценивали красоту, ну а здесь, конечно же, вкус. Пробовать можно? Обязательно. Это входит в работу жюри, в обязанности жюри дать не только внешний вид оценить, но и оценить органолептику, вкус, запах и так далее. То есть это все входит в программу. По итогам всех заданий лучшим кондитером Барнаула стала наша героиня Вера Твмасян. Второе место досталось Наталье Карих, третьей Евгении Галдак. Победительниц наградят в торжественной обстановке 26 ноября на городском празднике труда. Елена Кузовкина, Александр Морозов, информационный канал «Город». Торгово-развлекательный центр «Весна» отметил день своего рождения щедро и с большим размахом. На праздники побывала и наша съемочная группа. Зима уже уверенно вступила в свои права, но мороз весне не помеха. Четвертый день рождения одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула отмечали шумно и весело. Самое долгожданное событие этого вечера – выступление суперзвезд эстрады. Митя Фомин отработал свою часовую программу на ура. Лучшим хитом артиста хором подпевала многочисленная публика. На дне рождения весны был установлен новый рекорд. Один из покупателей торгового центра предъявил чек на самую большую сумму покупки. Чемпион по шопингу получил в подарок от весны огромный телевизор. Ну а концертную программу продолжила певица Нюша. Ее встречали бурными аплодисментами. Публика не отпускала артистку до тех пор, пока небо над Барнаулом не озарилось яркими разноцветными огнями в честь дня рождения весны. Замечательный канал ТВ-город. Если надо новости посмотреть в Барнаульске, то другого источника для хороших сюжетов я лично не знаю. А что хочется пожелать? Желаю вам больше интересных сюжетов, больше классных новостей, больше длинных интервью, больше талантливых сотрудников и долгих лет жизни. Алтай-баскет продолжает победное шествие. Очередной жертвой барнаульцев стали динамовцы из Ставрополя. 81-76. Таков результат первой выездной игры в этом сезоне для подопечных Михаила Терехова. В южный регион баскетовцы отправились в качестве явного фаворита. В восьми матчах одержано восемь побед. Хозяева похвастаться такими результатами не могут. В активе лишь две победы после десяти встреч. Тем не менее, после первых двух четвертей хозяева паркета повели в счете. Однако затем Алтай-баскет взвинтил темпы, одержал победу девятую по счету. Через несколько часов соперники вновь встретятся на паркете. Нам удалось связаться по телефону с главным тренером нашей команды Михаилом Тереховым. По мнению наставников, в Ставрополе бороться приходится не столько с соперником, сколько с условиями площадки. Матчи здесь все в Ставрополе на их площадке непредсказуемы. Площадка нестандартная, она очень маленькая, узкая. Зал в принципе нормам регламента Суперлиги не соответствует. Большой вопрос для меня и для нас, как этот зал получил лицензию и как его допустили до соревнований такого уровня. И о погоде. В Барнауле завтра облачно, ветер северный, умеренный ночью от 19 до 21 ниже нуля, днем от 13 до 15 мороза. И это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова